добрый день дорогие друзья сегодня 1 августа вы на канале сад надежды всю прошедшую неделю почти не снимал и розы по причине того что вот закончились дожди и практически на всех розах вот такие коричневые лепестки были вот на многих краб коричневый подсушены то есть все вот эти все вот эти лепесточки которые были измучены скажем так дождем они все подсохли вот на солнце и вот в таком вот виде были очень много лепесточков обрываю друзья сейчас вот покажу уже ну вот тут вот видно на розе волертон от холд посмотрите розы практически все были вот в таком состоянии подсохшие лепестки и краб вот конечно вид не очень да вот чтобы полюбоваться розочкой но вот здесь уже вы можете видеть что я к первому августу смотрите уже не обрезаю лепесточки уже просто вот снимаю чтобы розочку не провоцировать на 3 скажем так цветение уже то есть я после 20 чисел июля розы не обрезаю на цветение не знаю рано это или нет вот но мои розы готовятся уже к зиме вот так я делаю уже третий год сами можете видеть что розы я не укрывала все это время и ну выпада практически не было по розам вот но были снежные зимы у меня друзья глубокая посадка потому что то есть если розы зимовали у меня без укрытия вот три года и выходили зимы они ну хорошо как я считаю что уж этому способствовал но тем не менее вот этот свой опыт я поддерживаю и не после 20 числа я розы не обрезаю ну вот из такого что цветет красиво да более-менее несмотря на все эти прошедшие дожди мадам они z цветет друзья она конечно может свести гораздо ярче гораздо лучше на все таки вот эти дожди они способствовали к тому что цветы вот такие это первое цветение розы этой очень красивый в этом году у меня куст несмотря на то что он ниже чем в прошлом вот но он уж не в этом году у меня мадам они z красавица такая вот подпортили и конечно же дожди вчера друзья провела обработку вижу что жара дожди заканчиваются и пробила обработку вертимеком вертимек я ни с чем не смешиваю не с удобрениями не с фунгицидами то есть вот просто я его обрызгала там уже есть немножко прилипать или поэтому вот вот смотрите например до дождь вот вот такое состояние вот окукливание вот этого бутона и он больше не распустится то есть его можно просто снять потому что ждать уже бесполезно зацветает у меня роза друзья антик 81 наверное 89 89 наверно антик вот она в том году была опознана мной потому что это был пересорт у меня я не знала что это за роза я думала это юбилей санкт-петербурга друзья но это выросла огромная просто вот такой вот махина такая сейчас она выше меня ростом вот здесь можно посмотреть уже в кистях какие цветочки начинают зацветать но розочка все вы знаете эту розочку вот мощная листва немножко она у меня заболела в этом году ну как многие розы вот ложный мучнистый росой вторую листик а так в принципе роза сильная красивая вот здесь уже видите обработки до сих пор держится у меня бега пик вот на листах здесь уже пошли розы новые вот после этого после ложной мучнистой росы которые выросли после обработки также хочу показать друзья розочку хай гров я вам говорила о том что она очень сильно заболела и я наблюдать за ней хочу вот на следующий год удалять ее или нет но друзья вот после того как я сняла ролик она буквально выпускала огромное количество базальных побегов 2 вот и за очень хорошо зацвела вот я говорил о том что это роза пахнет малиной прекрасное цветение этой розочки и но пока конечно я склоняюсь к тому чтобы ее оставить вот так она у меня сейчас выглядит вот и розочку это я пока планирую оставить потому что она меня порадовала вот своим другим цветением следующие в полном цвету на хин глют уже что-то начинала начинает опадать но тем не менее это огромнейшие шапки красно темно-красные розы клаймбер вот на хин глют от полина козловой у меня это роза вот красивые красные шапки которые конечно же я оставлю вот своем саду они не нравится нравится третий год высота сейчас около 120 сантиметров два таких мощнейших просто побега вот так они смотрятся вот так они выглядят также вот можно посмотреть на розочку до втра уж вот она после дождя имеет такой неприглядный вид по краю лепестков друзья не очень хорошо переносит дождь но вот когда дождя нет она распускается в такой малиновое чудо в огромнейшие цветки размером примерно 10 сантиметров вот и очень даже красиво выглядит роза имеет сладковатый запах много еще будет бутонов у розочки но неплохая также друзья хочу показать вам свою желтую клумбу сейчас у меня очень хорошо цветет golden celebration розочка с удивительным ароматом таким чем-то напоминает мне а знаете был иланг иланг такой вот как вазелин такой советское время ну почули чем-то вот запах такой но очень красивая golden celebration вот есть у нее конечно же ответшие вот такие вот бутончики вот видите сейчас я при вас сниму а так стоит очень долго в роспуске вот красивый какой разворот большой шика широкий куст она у меня раскинулась наверное на сантиметров ну 100 точно вот много бутончиков у него здесь вот смотрите уже сняла много вот бутончиков что-то будет еще цвести ну то есть вот эту розу я наблюдаю я бы сказала что у нее цветение друзья беспрерывная вот ну и здесь у меня сейчас тоже на полном цвету еще одна желтая роза это чайный геол мог неплохая я думала оставить или нет как здесь она будет смотреться потому что оттенок немножечко другой с golden celebration и грекам томас у меня здесь нет оставлю неплохо но может быть подумаю отсажу ее но в принципе мне нравится как она цветет это роза долго цветет долго сохраняет свои цветочка мне когда-то была такая роза друзья но я ее выкопала она у меня не перезимовала вот но такая желтая клумба она у меня сейчас на данный момент одна из самых ярких вот сзади билеет сзади билеет высоцкий белый вот такая вот тоже мощнейшая просто шапка из цветов друзья вот на завершить хочу я сегодняшний свой ролик обзором розочек вот love song у меня распустилась три бутончика вот и будут еще бутон и первый раз она у меня распустилась большие очень цветы сантиметров по 11 наверное вот красиво имеют запах и первый раз друзья у меня распустилась розочка юбилей санкт-петербурга вот или юбилей принца монако наконец-то я посмотрю что это за цветок конечно отличается на от розочки антик вот это флорибунда естественно совсем другой куст но очень красивый у нее разворот мне очень понравилась эта роза красиво очень смотрится друзья вот ну спасибо что вы слушали посмотрели надеюсь что сейчас у нас розочки набирают обороты зацветут наконец нормально после месяца дождей и мы насладимся второй волной светение всем хорошей погоды и до свидания